Приветствую вас на канале молодого изобретателя Данилы Дмитриевича. В этом видео я покажу вам очень простую схему, как сделать RS-триггер с помощью всего лишь одной оптопары. Оптопары бывают разные, могут быть в корпусе, а могут быть и вот такими. На примере этой оптопары легко можно увидеть, из чего она состоит. Она состоит из вот такого фототранзистора, он черный здесь, и вот такого инфракрасного светодиода. Лучи инфракрасного светодиода очень хорошо открывают вот такие транзисторы. Когда два этих элемента находятся в одном темном корпусе, то внешнее освещение не влияет на фототранзистор, и только свет этого светодиода может открывать его в оптопаре. Схематически оптопары закрытого типа изображаются вот таким вот образом, да и часто делаются в виде кубиков или квадратиков, внутри которых находятся все те же фототранзистор и светодиод. Если на светодиод подавать электрический ток, то он начинает светиться. Если он начинает светиться, он начинает освещать вот этот вот транзистор. При освещении инфракрасным светодиодом вот такого типа, фототранзистора вот такого типа, он открывается и начинает пропускать электрический ток гораздо сильнее, чем в затемненном состоянии. В результате мы можем сделать очень простое устройство, которое будет удерживать свое состояние, такое устройство, как правило, называется триггер, и которое будет обладать свойством SET и RESET. SET это установка в какое-то положительное состояние, RESET, сброс. С помощью обычной оптопары сделать это очень легко. Нам надо соединить эмиттер внутреннего транзистора или вот этого транзистора с катодом, а точнее с анодом светодиода этой оптопары. Как правило, анод обозначается точкой на корпусе такой оптопары. Далее мы подаем на коллектор данного типа транзисторов плюс, а светодиод внутренний соединяется с внешним светодиодом, который служит нам для индикации состояния оптопары или же нашего триггера. Здесь обыкновенный светящийся светодиод. Вот здесь можно нарисовать вот такие стрелочки, что он будет светиться в тот момент, когда по этой цепи будет протекать ток. Изначально, когда питание подано на эту клемму, а здесь у нас минус или заземление, ток через оптопару не течет, потому что транзистор находится в темноте. Светодиод не светится, потому что транзистор подает питание именно на этот светодиод. Чтобы подать на светодиод питание и чтобы он начал светиться, мы должны замкнуть контакты транзистора. Тем самым мы замыкаем батарею питания вот этой кнопочкой прямо на вот этот вот внутренний светодиод. У нас начинает протекать ток по цепи батарея питания, замкнутые контакты кнопки, светодиод внутренний в оптопаре и внешний светодиод начинает светиться. Но, как только начинает светиться внутренний светодиод, фототранзистор открывается внутри оптопары и кнопочку можно отпустить. Даже если мы отпустим эту кнопку, ток будет протекать через транзистор на светодиод в этой оптопаре и на этот светодиод. И эта схема будет находиться в одном установленном состоянии, когда светодиод светится, так же как триггер, установленный кнопкой SET. Это кнопочка SET. Если мы захотим сбросить этот триггер и отключить питание этого светодиода, мы должны обеспечить затенение вот этого транзистора. Как это сделать? Достаточно замкнуть вот эти два вывода, и внутренний светодиод перестанет получать питание, он погаснет. Кнопочка некоторое время, конечно, отдаст ток на вот этот светодиод, но закрывшийся транзистор разорвет цепь здесь, и светодиод погаснет. Эта схема снова будет находиться в устойчивом состоянии, когда этот светодиод не горит. Так вот работает RS-триггер на обыкновенной оптопаре. Схема очень легкая, вы можете ее повторить и дома позаниматься электроникой.